Свобода Диме! Свобода Диме! Он не удельничал в потусовке, он сидел за столиком. У него стояла большая очередь людей, которые хотели оставить свои подписи. Он всех записывал, он там и близко не стоял, получается. Я не видела этой ситуации, это по рассказам, на глазах у родителей это было все. Я как раз тогда отошла, и когда вернулась, уже все произошло. То есть уже и милиционер лежал, уже и Диму украли, это уже все со слов было. Вместе со столом, насколько знаю, его утащили. В это время, когда мы находились рядом с сыном, с ним разговаривали, произошла вот эта провокационная акция. Это все на наших глазах, 25 метров от нас. Мы видели эту женщину, как она приставала к Тихановскому. Эти два милиционера, которые туда-сюда ходили. И когда вот это все началось, когда выскочил ОМОН с автобуса, который стоял там рядом на дороге, подошли машины, бусики черные, все с этими минскими номерами. Выскочило достаточно много ОМОНовцев, в том числе, видимо, сотрудники внутренних дел в гражданской форме одежды. Все смотрели туда, крик, шум там. В это время, а мы стоим рядом, 3 метра от столика, чуть-чуть впереди, смотрим на Тихановского. Слышим крик Димы, что такое. Поворачиваемся, его шесть молодых ребят в гражданке схватили вместе со стулом и потащили в задний сквер. Он никогда не привлекался ни по уголовному, ни по административному делу. Его тогда вылавливали около месяца, когда он из дома не выходил. Возможно, это было бы первое его административное дело, но они его так и не взяли. Не получилось. Больше он нигде не привлекался, вообще ничего, абсолютно. Обычный человек, который живет ни наркотиками, ничем, вообще не увлекался никогда. Его даже ни одного штрафа, наверное, нет, насколько я знаю. Очень воспитанный. Благодарность большая родителям за воспитание, очень молодцы. Родители им очень хорошие, постоянно поддерживаем отношения с ними, общаемся. Они сейчас очень переживают, особенно мама по этому всему поводу. Мы постоянно общаемся вместе. Просто элементарно. Я хочу, чтобы моего сына и таких же ребят, с кем он был задержан, незаконно задержан, просто-напросто отпустили. Поэтому я принял решение обратиться с открытым письмом, заявлением к Лукашенко и как-то его обнародовать, для того, чтобы, по крайней мере, я получил ответы на свои вопросы. Почему мой сын задержан, где он находится и какая его дальнейшая судьба? Милая рыжая борода, она мне нравится. Многим не нравится. Мне нравится, я полностью поддерживаю. Родители против, знаю, бороды. Я нет, не против. Наоборот. Сейчас, когда, надеюсь, выпустят в ближайшее время, вообще брастят. Уйдет, потому что нельзя, наверное, ничего не бриться. Ну, пытались максимально весело писать. Мы из Гродно участвуем в пикете за Тихановскую Светлану. Купили молоко трехпроцентное, но с кислым. Представляете? Держитесь. Ну, вот, как-то повеселить немножко ребят. Все будет добро. Ребята-тихановцы. Я, Олег из Гродно, волонтер, прибился и иду с вами в ногу. Несу свои тапки. Держитесь. Не было ни одной ссоры. Может Дима сам подтвердить, да. Мы все обсуждаем. Да и не было никаких конфликтных ситуаций, в принципе. Всегда за правду борются. Ну, наверное, поэтому так и случилось. Это он ездил в Польше на маратоны крысовые. Есть гонки. Тоже в прошлом году постоянного фиаста. У каждой выходной я старался ездить. Дима. Ух. 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 Продолжение следует...